Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфиме Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы феерична. Извините уж мне за пафос. Мы будем сегодня говорить о валютном рынке. О том, какие возможности дает международный валютный рынок Форекс для частных инвесторов. Мы сравним эти возможности, прослезимся и скажем, да, Форекс это все. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, на самом деле мы будем говорить не только о рынке Форекс, потому что, напоминаю, тема сухого остатка, это разговор о рынке в целом, о финансовых площадках, о том, что происходит сейчас. Кстати, наверняка, пока вы стояли в пробке и двигались ко мне на программу, не видели этого, я вам хочу сказать, золото рухнуло практически. Да, да, уже 1710 за унцию сейчас стоит. 25 долларов. О, представляешь себе? Вот такая вот история. В общем, все это очень интересно, и я надеюсь, это не только нам с вами втроем интересно, но еще и тому слушателю, который служит нашу программу. Четвером, то есть. Значит, я для него специально, для слушателей, сейчас напомню. У него есть возможность позвонить нам в студию, задать вопрос. Для этого. А. Он может воспользоваться телефоном. Это 6510996, код Москвы 495. Далее он может воспользоваться интернет-ресурсами. Один из них это finam.fm. Зайти на сайт, задать вопрос в комментариях. И далее еще один способ присоединиться к нашему разговору на сайте finam.ru. Там у нас есть режим видеоконференции. Кстати, сейчас, уважаемые мои гости, вас сейчас видят и снимает вот эта камера. А наши, собственно, слушатели с finam.ru за вами наблюдают. Они любят это делать, наблюдать. Вот таким образом, собственно, строится наше взаимодействие с слушателями и зрителями. А теперь давайте... Да, а теперь традиционно. Я нарисую картину маслом. Посмотрим, да, что происходит сейчас на рынках. Для этого я захожу на сайт компании finam. Ну, мне так проще почему-то. В Москве 1805. И смотрим, что происходит у нас вокруг. Опять я с сожалением, да, и уже, видимо, наши деятели из ФСФР, а может быть, и еще выше. С сожалением я говорю о том, что американцы присоединятся к нам на час позже. О, сейчас все слушают и говорят. Как же исправить эту ситуацию? Были разговоры, да, помнишь, Антон? Угу. Пытались эту ситуацию исправить. Ну, да ладно. Да, бог мой. Заговорился я, простите меня, ради бога. Я же не представил моих гостей, а. Ну, что такое? Друзья мои, сегодня в гостях Артур Копышев, аналитик ФК «Метрополь». Добрый вечер, Артур. Добрый вечер. И Антон Захаров, ведущий аналитик просто связи с банка. Добрый вечер. Добрый вечер. Простите, ради бога, что-то я действительно заболтался. Ну, просто, видимо, тема такая. Ну, так вот, смотрим. Картина маслом. Что происходит? 18.05 в Москве. Итак, ну, все сегодня печально. Печально. Более того, печалька эта усилилась. Не далее, как в течение предыдущего часа. Кстати, почему? Мы сейчас об этом поговорим. Основные индикаторы рынка фондового отечественного теряют. РТС полтора процента. 1396. Боже мой. ММВБ чуть больше процента. 1308. Опять ушел он под воду глубоко. Как будут себя чувствовать американцы через полчаса, тогда я объявлю. Потому что, еще раз повторю, они присоединяются к нам позже теперь. Нефть марки Brent покраснела. 109, да? 109 долларов за баррель. Вон оно как. Золото, только что я проанонсировал. Сейчас в моменте 1713, да? Буквально час назад, там, 40 минут. Было еще нормально. 1735. Вот вам, пожалуйте. 25 долларов. Там такая свеча, мама, не горюй. Вот. Ну, а несмотря на это, индикаторы рынка валютного все-таки достаточно спокойно. Сейчас евро-доллар чуть ниже 1.29. Сегодня он там сходил туда-сюда. 1.2890 его текущая котировка. Ну, в компании с ним и фунт. 1.5970, да? То есть он 1.60 пытается все-таки выдавить. Ну, все остальное, наверное, пока не очень интересно. Хотя, если будет интересно, мы, конечно, на это посмотрим более пристально. Ну, и основной набор голубых фишек отечественных сегодня в глубоком нокауте. Очень красные они. Очень красные. АвтоВАЗ минус 2%. Аэрофлот минус 1.5%. Обычка ВТБ минус процент. Давайте вот-вот-вот. Ростелеком минус 4%. А-а-а. Да. Печально. Печально я гляжу на эти котировки. Ну, да ладно. Давайте не будем печалиться. В конце концов, мы же с вами, да, понимаем, что любое движение на рынке – это возможность, да, Антон, возможность заработать. А в какую сторону? Это уже дело десятое. Ну, что ж, мы начинаем разговор. И я хочу начать с вопроса моим гостям. Ну, даже не с вопроса. Антон, ты только что за кадром, да, за эфиром нам рассказывал, как ты был на одном значимом мероприятии, да, который устроил один из ведущих, да, СМИ российских. Чего там, как? Как там чего? К сожалению, сложилось такое впечатление, что многие пребывают в неком унынии или же, я бы иначе выразился, все хотят что-то делать, пытаются что-то делать, но не знают, что именно нужно для того, чтобы исправить ситуацию. К сожалению, вот, даже с радостью, я был года три назад на той же самой конференции и рассматриваю все те же самые вопросы. И вот за эти три года прошло. Ну, ничего не изменилось, по сути. А воссыны не там, как классики писали. Да, единственное, накачали всю мировую банковскую систему ликвидностью, вот и все. Поэтому мы видим рост драгоценных металлов, традиционный, ежегодный, и все, ничего более. Ужас какой, ужас, ужас. Ну, а какие-то шаги-то, шаги, какие-то способы, ситуацию, или просто опять собрались, поговорили, разошлись? Собрались, поговорили, разошлись. Ну, там хоть кофе-брек был. Конечно, конечно. А, ну и нормально. Мега-регулятор, единственное, выделили. Ну, он, кстати, когда заработает уже? Мега-регулятор. Да-то не сказали. Не сказали? Не сказали, да. А как он будет выглядеть? Тоже. Тоже не сказали, мега-регулятор, мега-регулятор. Ну, он звучит просто так. Мега-регулятор. Мега. Да, друзья. Да, друзья. Артур, вот теперь вопрос к тебе. Ты у нас не был первый раз, поэтому у тебя ответственное сегодня выступление. Не подведи. Вопрос такой. Ну, во-первых, согласен, да? Вот есть действительно некая такая... Нервозность. Даже не нервозность уже. Это вот апатия тоже. Антон, сейчас говорят, это некая апатия. Такое впечатление того, что, ну, все, болото, болото. Это если говорить про Россию, наверное, про российские... Мы исключительно, да. Но он посещал пока мероприятие российское. Российское, да. Тебя еще там на заседание Федрезерва не вызывали 12 декабря. Согласен вот с этой мероприятией, да? Про российский рынок, наверное, согласен. Согласен. А про глобальный все-таки я буллишь. Про глобальный что? Я смотрю то, что рынок будет расти глобальный. То есть я буллишь во многих активах. Я считаю то, что сейчас самый важный фактор, который влияет на аппетит к риску, это фискал клифф. И, по моему мнению, эта проблема сейчас, что ли, очень сильно завышена, что ли. Инвесторы очень сильно перепугались от проблемы. С моей точки зрения, к концу декабря будет серьезное продвижение по этому вопросу. Поэтому сейчас можно... Если говорить про глобальные рынки, то я бы сейчас продавал бы Трежеря, Трежерис американские обязательства. И уходил бы в риск уже, да? Да, уходил бы в риск. Прямо на текущих вот сейчас. Да, именно сейчас уже. Я думаю, сейчас... Это если говорить про глобальные рынки, все-таки российский рынок это немножко другая история. Ну, в любом случае, если глобальные будут, да, взлетят, то и у нас как-то, да, все повеселеет. Ну, теоретически, да. Но, тем не менее, сейчас российский рынок акций не очень интересен иностранным инвесторам. Слово «не очень» даже можно убрать, наверное, да? Ну, да, в общем. Он вообще не интересен. В России сейчас очень... Самая интересная идея, это, естественно, облигации. Ну, это, конечно, не для частных инвесторов, конечно, это для институционных инвесторов. Но идея либерализации рынка дает очень большие возможности для институционных инвесторов. А так рынок акций не интересен. То есть, поэтому про Россию сложно что-то советовать. Ну, давай так, советовать мы пока не будем, и позже этим займемся. Вот картину, мне интересна картина. Вот мы согласились с тем, о чем говорил Антон, все очень пессимистично все выглядит. Тем не менее, Артур говорит, а на глобальной точке зрения все не так плохо. Потому что Фискал Клифф, он говорит, вот уже найдется решение до Нового года. Значит, можно ждать, извини, я что-то разговаривал. Можно ждать новогоднего или рождественского ралли, можно даже затариваться уже сейчас. Правильно я тебя понимаю? Да, смотрите, в общем-то, два глобальных фактора, которые влияют на риск, это Европа и Америка. Но Европа, если мы видим, уже последний месяц, она уже вне поля, так сказать, поля беспокойства глобальных инвесторов. Там, по-моему, не сделали ориентины к Франции, никакой реакции. Согласовали такие Греции, Таранши, практически никакой реакции. То есть, там, скажем, испанские гособлигации торгуются в коридоре 5,5, 6, ну, десятилетко. То есть, Европа отошла на второй план. Сейчас весь глобальный аппетит риск зависит только от... Весь глобальный взгляд в Америку, да? В Америку. Ну, смотрите, что интересно, американская экономика восстанавливается, раз... Ты по каким признакам, кстати, узнаешь, что она восстанавливается? Ну, в общем-то, есть несколько индикаторов, там, скажем, Кейс Шиллер, там, или Миншот Джоблэс Клеймс, или, там, показатели, которые характеризуют потребление. Мы видим то, что... Нет, я просто думал, в Черную Пятницу ты посмотрел, там, что ребята, да, затарились, мама не горюй, вот, в последнюю черную. В общем... И говоришь, нормально, все с потреблением хорошо. Экономика американская восстанавливается, в то же время Федерезерв все равно будет поддерживать монетарную систему, а Фискл Клиф, он, в общем-то, скорее всего... Решится. Решится, потому что, как и республиканцы, демократы заинтересованы в том, чтобы его решить. Проблему решить, да? То есть они как бы поторгуются немножко, да, как в прошлом году? Интересно то, что республиканцы ставят наибольшие палки в колеса, но, с другой стороны, республиканцы больше заинтересованы, чтобы решить то, что они лоббируют интересы бизнеса. Я понял. Значит, спасибо, Артюр. Сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим разговор. Продолжаем разговор в эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Добрый вечер еще раз, уважаемые слушатели. Сегодня в гостях Артур Копышев, аналитик ФК «Метрополь», Антон Захаров, ведущий аналитик, извини, Антон Захаров, ведущий аналитик в Родссвязь Банка. И мы сегодня обсуждаем с вами тему валютного рынка, но, опять-таки, не прежде всего и не в основном. Мы чуть позже, наверное, поговорим о возможностях рынка Форекс для частных инвесторов. И, мне кажется, логично это будет обсуждать именно сегодня, потому что вот только что мы, к сожалению, наверное, вынуждены были признать, что возможностей рынка отечественного уже нет. Точнее, возможностей у рынка отечественного, фондового, я имею в виду, уже практически нет. Сейчас для частного инвестора, да, он, бедный инвестор, сидит и зевает, и не знает, куда податься. Хотя вот Артур предложил альтернативу, да? Глобальные рынки. Ну да, в общем, глобальные рынки, мне кажется, сейчас... Интересные. Да, интересные. Да, давай, давай, давай. Что можно сделать с глобальными рынками? Еще раз скажи нам, пожалуйста. Ну, я еще раз повторюсь, что сейчас самая важная тема, которая влияет на пяти тысячу, это фискл-клиф. Ну, из-за того, что как республиканцы, так и демократы заинтересованы в его решении, это проблема, причем они заинтересованы принять какие-то меры до 1 января 2013 года, и, скорее всего, они найдут компромисс, и, соответственно, мы видим очень серьезный рост аппетита к риску уже ближе к началу Нового года и уже, видимо, уже после Нового года. Ну, извини, я уточню просто, вот, там, есть расхожие такие, да, термины, там, новогодние ралли, рождественское ралли. Не это ты имеешь в виду? А, нет, я не это имею в виду, я имею в виду более такое среднесрочное взгляд, что ли на вещи. А новогоднего ралли уже не ждать, наверное, да? Сегодня, слава богу, 28 ноября уже куда-то. Тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос, Антон. Почему бы нет? У нас еще заседание ФРС будет впереди. А, кстати, что ты ждешь от господина Бернанкин 12 декабря? Я думаю, что, повторюсь уже, как на прошлой передаче говорил об этом, мне кажется, что, и мы так думаем, что ФРС может рассмотреть какие-то окончательные целевые показатели, при которых будет настрой коммунитарной политики проводиться. Также они могут сказать, если, например... Целевые, подожди, целевые показатели, что ты имеешь в виду? Ну, инфляция, уровень безработицы, возможно, какой-то новый индикатор введут, там, множество индикаторов есть для оценки ситуации на рынке труда. Вот уровень безработицы, давай. Значит, целевые у нас были цифры какие-то, он говорил о 7%. Многие из ФРС, они вот именно про цифру 7 говорят. То есть они могут пересмотреть? Нет, они... Подтвердят. У них нету именно вот в программе, не прописано, что именно при достижении уровня безработицы, там, к примеру, к 7% мы начинаем там повышать ставок. Вот, например. Такого еще не было. Есть просто слова, есть просто разговоры, и как раз вот одна из тем, я думаю, обсуждение будет на этом заседании именно эта. Вторая тема, это fiscal cliff как раз тот же самый. Ну, единственное, хотелось бы добавить то, что я думаю, что ФРС, скорее всего, они скажут, что да, они будут покупать дальше активы, потому что у них операция ТИС сейчас заканчивается. Но при одном условии, если, например, законодателям не удастся договориться по определенным бюджетным вот этим правилам, там, произойдет фискальный обрыв, и ФРС просто выйдет с обширными масштабными покупками облигаций с рынка, тем самым они залют рынок опять ликвидностью, которая призвана поддержать экономический рост. Таким образом, сокращение в одном месте, они просто нивелируют. Но ты все-таки допускаешь, что этот фискальный обрыв вот по факту может произойти? Можно. Можно допустить, да? Может произойти все, что угодно. Это рынок, мы уже видели, например, к примеру, допустим, сейчас опять с Аргентиной у нас ситуация осложнилась, опять-таки же рейтинговые агентства понизили рейтинг, опять нависла проблема дефолта возможного, все возможно в этом рынке, и любые вещи могут... Ну, конечно, будем оптимистами, будем надеяться, что все-таки ему дастся договориться, это... Ты что скажешь, Артун? Нет, добавило слово «будем надеяться». Будем надеяться, а будем оптимисты. Ну, и что там остается делать? Все валится, а мы оптимисты. Мы оптимисты. Ну, вероятность того, что фискл клифф реализуется в негативном ключе, конечно, есть, но... Ну, минимальная, наверное. Ну, не то, что минимальная, она там существенная, я думаю, процентов так 30-40 она есть. Серьезно? Ну, в целом, да, но... Нет, смотрите, я еще хотел бы вот подчеркнуть. Ну, хорошо, не договорились они. Но ведь всегда есть возможность, да, перенести это дело. Ну, если они не договорятся, то там, так сказать, автоматически будут сокращены ревенюс бюджета. 20 лет назад уже был такой, или сколько там, 25 лет назад. В США уже повышали автоматически. Потолок-то уже? Ну, налоги повышали, все это уже происходило, и мы видели сильнейший обвал, если помните, там, Черная Пятница. Да, 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 знаменитая. Поэтому, кстати, вот мы на прошлой неделе, как раз в преддверии распродаж, да, пришел ваш коллега и говорит, вот сегодня Черная Пятница. Спокойно. Аккуратнее с формулировками. Потому что надо, да, надо сказать по поводу чего это. А то сейчас начнут все сливать сразу же, и потом не удержишь. Черная Пятница, это другая история. Давайте послушаем, у нас есть звонок. Владимир, добрый вечер, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый. А вопрос такой, вот списки, да, которые всех держат, и, значит, допустим, он разрешается, значит, какой-то рост, но никто же не гарантирует, что еще каких-нибудь не появится еще каких-то вопросов, да, по всей стране, по всему миру, да. И нет такого ощущения, что только эффект списка либо, да, может привести к какому-то, ну, более-менее к стабильному росту, да, может быть, не такого эффекта, как 2008-2009, да, когда все за стол можно было поступать. Ну, мне кажется, после тихого клива, ну, только что денег запечатали много, но все равно, мне кажется, будут опять какие-то проблемы, и все равно рост. Все равно рост убедительного не будет, да, Владимир? А? Ну, ваше мнение, я перефразировал, спасибо. Ну, вот такое мнение, то есть я пропадала связь, насколько я понял, да, Владимир, предполагаю, что даже если решится проблема с обрывом, то все равно найдется еще какая-нибудь история, которая не даст все равно вырасти нормально, как это было раньше. Кстати, я напомню, по-моему, и ты тоже об этом говорил неоднократно, что, в принципе, мы в новой, не слово нравится, я сейчас покажу свою эрудированность, мы живем в новой парадигме. Парадигма. Мы живем в новых условиях, в ситуации, когда не будет уже ничего, что было раньше, не будет устойчивого роста, не будут трендов, когда купил и сиди себе, и жди, потому что через пару-тройку, там, пять лет ты будешь уже в шоколаде весь. Будем туда-сюда двигаться по каким-то причинам, а причин вот так вот. Ну да, будет некий боковик, потом какие-то всплески сильные, что мы видели вот в мае, то, что мы видели в сентябре, если меня от меня память, сильные движения происходили. И вот, наверное, по такому принципу мы продолжим жизнь. Глобально или... Глобально-глобально, на самом деле, потому что, если, допустим, сейчас обратим внимание на Китай, к сожалению, сейчас информационный поток из страны практически полностью иссяк, видимо, власти на фоне смены лидеров. И мы видим, что происходит с Шанхайкомпозитом, который вчера закрылся впервые с 2009 года ниже 2000 пунктов, и сегодня опять продолжилось снижение. И 2000, тем более, это такой уровень. Странные вещи просто происходят в плане фондового рынка, с другой стороны, макроэкономические показатели сейчас по стране выходят довольно-таки обнадеживые. То есть, снижение экономического роста, оно как-то прекратилось. Видно, какие-то признаки восстановления. Ну, восстановление... Замедление. Замедление, да, закончилось. Опять возвращаемся к кому-то ускорению темпов роста в Китае. Но это макроданные, а другой информации, к сожалению, сейчас вообще... Никакой, да. И потом опять мы всегда говорим, да, Антон, согласись, макроданные из Китая, это все-таки такие китайские макроданные. Артур, что ты по этому поводу скажешь? А, ну, если говорить о том, что физико-криф решится, а дальше какая-нибудь новая проблема возникнет, ну, первое, что приходит на ум, это одна из проблем, которая может уже в новом году вылезти. Это, возможно, даунгрейд из Штатов. Вполне возможно... По-русски только переведи, потому что не все знают английский. Да, да, если Америки понизят в черный раз рейтинг, там, какое-то агентство, не помню, либо не будет, либо фича грозилась понизить. Ну, CP понизили, теперь их очередь, естественно. Они же в догонку должны все это делать. Да, просто это будет очень сильно, естественно, нервировать глобальных инвесторов. Скорее всего, если, естественно, понизить... Ну, смотри, да, это, по крайней мере, звень одной из CP, да, одной цепи. Ну, если да... Фискал-клиф там, но, тем не менее, все равно, да, ситуация такая, что давайте мы вам снимем. Ну, у нас же сейчас... Да, ну, если говорить более так глобально, что ли, на долгосрочную перспективу, я все-таки не согласен, что глобальные рынки будут, скорее всего, в боковике ходить. Мне все-таки кажется, что появится очередной тренд, наверное, на рост. Ну, потому что, опять-таки... И обновятся максимумы исторические, да, и все это будет... По S&P, вполне возможно обновяться там на горизонте двух лет, может быть, максимум. Серьезно? Потому что, как я говорил, американская экономика восстанавливается. ФИОТ заливает ликвидность в систему. А в то же время Европа уже... Несмотря на то, что там рецессия, несмотря на то, что там какие-то все-таки проблемы вылезают, но мы видим, что интеграция происходит, и постепенно там уже есть некое вот такое, так сказать, восстановление уверенности. Ну, то есть, психологическая уверенность, да? С Грецией проблема решена. Ну, в целом, да. Испании проблема не грозит. Да, инвесторы уже, можно сказать, отвернулись от Испании. В хорошем смысле. Да, в хорошем смысле. Уже не продают ее агрессивно, конечно, в хорошем смысле. То есть, я считаю то, что Европа уже стала меньшим потенциальным источником негатива, и, скорее всего, и эта большая экономика Евросоюза будет постепенно восстанавливаться. То есть, она вот тот негатив, о котором слушатель говорил, она не принесет больше, да? Нет, она, конечно, будет приносить негатив, там, будет выходить данные, там, скажем, по ежеквартальному ИВВП, там, если это будет нервировать глобальные рынки. Ну, мне кажется, то, что Европа уже находится на дне рецессии, возможно, уже будет скорый выход из НА. Я понял. Ты что думаешь по поводу Европы? Ну, вот, по поводу, на прошлой передаче поднимал этот вопрос, девальвация уровня жизни в Европе. То, что нельзя девальвировать евро, но можно девальвировать определенный уровень жизни в определенной стране. Вот, мы, например, Ирландию увидели, как страна смогла добиться путем снижения заработных плат, повышения налогов. Ну, Ирландия, там, видимо, послушные ирландцы. А вот, ирландцы, они, вон, что делают. Хорошо, мы сейчас слушаем новости еще раз, да, а потом продолжим этот разговор. Добрый, 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 добрый. Ну, давайте, собственно, продолжим наш разговор еще раз. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ.Сухой остаток. Мы сегодня говорим о возможностях для частных инвесторов. И, естественно, не ограничиваем этот взгляд, узко взгляд, да, валютным рынком. Вот, обсудили, собственно, со всех точек зрения возможные перспективы. Ну, немножко огорчились, да, в смысле перспектив российского рынка. Не видим пока мы их. По разным причинам, не потому, что он такой какой-то, не такой, да. Ну, вот так сложилась жизнь. Вот. Иностранных, давай так, отечественных денег длинных нет, расти не с чего, да, сейчас, Антон. Иностранцы почему-то уходят, расстроены чем-то они, бедолаги, выводят все деньги. И мы видим то, что вот про объемы ты рассказываешь. Ну, иностранцы не то чтобы уходят, они все в УФЗ идут на фоне телеберализации рынка. И многие другие участники рынка предпочитают все-таки государственные бумаги и вообще облигации менее рискованные. Ну, а как рынок акций-то? Это же наше все. Рынок акций-то наше все. Там, между прочим, акции Газпрому не забывай. Множество корпоративных историй, насколько они все пока некоторые сомнительные. Пока никакие. Никакие, да. Вот, поэтому, Артур, ты как к российскому рынку давайте, первое. Точечный удар. Для меня наше все это все-таки рынок облигаций, потому что я работаю на рынке облигаций. Ну, понятно, понятно. Там все хорошо, в общем. Да? Из-за того, что, опять-таки, идея с либерализацией рынка заставляет инвесторов глобальных приходить, спекулянтов в надежде на то, что они потом эти бумаги продадут более институтальным инвесторам, которые придут уже там с 2013 года. Ну, понятно. С большими, с хорошими деньгами. Ну, и ставки хорошие по облигациям. Ну, это да. Ладно, ладно. Вы все о своем, а я о своем. Тогда давайте вот так рассуждать, да. Действительно. И возможность, да, войти в ОФЗ, в частности, и у частного инвестора есть. Да, можно купить фитерсов на ФЗ. Во-во-во. Но, тем не менее, да, многим этот рынок не знаком, многим он непонятен. Потом все-таки высокий потолок входа туда, да, я имею в виду. Деньги, деньги нужны. Серьезные. А частный инвестор озадачен. Он говорит, ну, вот я на рынке акций торговал, на отечественном. Это было мне ближе и понятнее. А он сейчас вот такой, поэтому чем заняться-то, куда деваться. И, значит, предлагают компании-посредники, так, наверное, правильно это назвать. Потому что, если это дилинговый центр, это брокер. А если это банк, то как, он тоже брокер? Да, тоже брокер. Ну, ладно, все. Тогда предлагают брокера и говорят, ребят, ну, ладно, не грустите. Все будет хорошо. Рынок акций российских восстановится обязательно, потому что по-другому быть не может. Все будет хорошо. Так уже было. Кстати, вот Антон Ирландию вспомнил, как они, девальвируя уровень жизни, все-таки вышли из этой ситуации. Но пока возможностей на рынке акций нет. Давайте посмотрим на другие рынки. А ведь их огромное множество. Есть рынок товара и сырья. Форекс, причем не только отечественной, но и зарубежной в основном площадки, которые более ликвидны, естественно, более интересны, наверное. Ну, и есть некая глобальная история под названием международный валютный рынок Форекс. Который независимо вообще ни от чего. Ни от того, хорошо ли в королевстве датском. Или плохо в нем. Он все время жив, жил и будет жить. Потому что рынок Форекс, это не что иное, как рынок денег. А деньги нужны всегда. Зальют ликвидностью, изымут ликвидность. Предложат нам что-то, ставки поднимут, ставки опозят. Рынок Форекс, это рынок реального расчета, денежного. И он существует всегда. А вот если попытаться... Да, более того, поскольку он существует всегда, он всегда и движется всегда. Валютные пары, или точнее котировки, соотношение одной валюты к другой, все время меняется в цене. Таким образом, вывод какой? Рынок Форекс, рынок международный валютный рынок, это всегда возможность, некие альтернативы. А уж за неимением движения на отечественном рынке, это просто безальтернативный вариант. Надо торговать на рынке Форекс. Это так. Теперь дальше. Дальше. Сравним объективные обстоятельства. Извините, я что-то опять соло. Давай ты, Антон. По поводу Форекса. По поводу Форекса, конечно. Ну ты согласен, во-первых, что это реальная альтернатива. Да, можно его рассматривать как дополнительную стратегию, на случай, если есть какие-то вот неопределенности на фондовых площадках. Ну вот они есть сейчас. Поэтому мы рассматриваемся. Можно, естественно, выходить на рынок Форекс. Так. Какие прелести помимо этого на Форексе? Прелести. Ну, с одной стороны, Форекс, если тот Форекс именно реальный Форекс, это довольно-таки дорогое занятие в плане точки вхождения по деньгам. Но многие компании, они предлагают возможность именно доступа на Форекс, имея там значительную минимальную сумму. То есть для частника опять, для розницы, правильно? Да. Вот. Вот. И что получает в этом случае? Ну, вот первый плюс, очевидный плюс, у вас небольшой капитал сравнительно. Также осуществлять ту же самую электронную торговлю путем той же самой программы. Можно и голосом какие-то сделки совершать. Ну, голосом не надо, что же мы в 21 веке живем. Все то же самое, что и с акциями, с облигацией. Как в том анекдоте, помнишь там, алло, Москва, Москва, по телефону, что ты кричишь-то, по телефону нельзя, что ли? Поэтому не надо кричать. Конечно, есть у нас торговые терминалы, да, у нас есть доступ через интернет, интернет-трейдинг, замечательная такая штука. Дальше. Кстати, вот смотрите, очень интересует меня такой вопрос, и покомментируйте, пожалуйста, если можете. А вы можете, потому что мы за эфиром говорили, что вы тоже имеете непосредственное отношение, ну, ваши компании, по крайней мере, имеют непосредственное отношение к рынку Форекс. Смотрите, очень часто брокеры, да, предлагают некие бонусы своим будущим, а может быть и нынешним клиентам. Вот, например, один из таких бонусов выглядит так. Ну, я прочту, потому что, значит, чтобы не ошибиться, радиостанция Finam.fm сейчас проводит акцию, наверняка вы слышали, да, называется она «Финансовая коллекция». Там много-много всяких бонусов, огромное количество, которыми, и сейчас к слушателям обращаюсь, ну, и к вам, кстати, тоже, почему нет, которыми не примените воспользоваться. Ну, бонусы – это всегда хорошо, Антон, скажи, да? Зелено. Конечно. Вот один из них, смотрите, один из них. Так, если вы открываете счет, да, у брокера, который называется так, Who Trades Limited, открываете реальный счет на рынке Форекс, то получаете бонус в размере 50, Антон, внимание, 50 долларов США. Более того, это не игрушечные деньги. Эти деньги можно вывести со счета, то есть они настоящие, живые, живые, реальные деньги. Открыл, вывел, закрыл счет. Не-не, ну, совсем, ну что ты, Артур, прям, ну что ты какой-то, детский сад. Арбитраж. Арбитраж. Хороший арбитраж, мне нравится. Открыл счет, да, снял деньги, хороший арбитраж. Не-не, естественно, ты открываешь реальный счет, получаешь бонус в 50 долларов. Если учитывать минимальный размер этого счета, 100 долларов минимальный, то это 50 процентов вам доливают на счет 50. Есть некие условия, конечно. Ну, то есть условия простые и понятные, я надеюсь, да? То есть вы должны провести ряд операций торговых. Ну, вы, опять, чтобы не выглядело вот так все банально. Да, я счет открыл, мне 50 долларов положили, я раз и убежал. Ну, это детский сад. Нет, вы провели там несколько торговых операций, ну, с этим регламентом можно познакомиться. Все. Ну, главное, что, еще раз говорю, вот есть такой бонус. Кстати, давайте я уже закончу. Сроки проведения этой акции, да, которую, еще раз повторю, инициирует Финам.фм с 26 ноября по 2 декабря 2012 года. Ну, дальше обязательно я подчеркну количество подарков. Новый год мне нравится. Количество подарков от Финам.фм ограничено. Поэтому, сами понимаете, торопитесь. Торопись, не скупись, покупай живопись. Кстати, все, о чем я сейчас говорил, есть на сайте Финам.фм, вы с этим можете познакомиться. А теперь вопрос моим уважаемым гостям. Антон. Ну, если отбросить то, о чем мы сейчас говорили, не забыть ни в коем случае, да? А если отбросить акцию, именно акция, это акция некая, понятно, да? Когда акция, много бонусов, предложений дополнительных. Но, в принципе, я и вне акции очень часто вижу, что брокеры предлагают своим клиентам некие вот подобные вещи. Зачем это нужно, как ты считаешь? Привлечь клиента, естественно. Приесть клиента. То есть сейчас мы можем говорить, что рынок форекс-услуг, это вещь достаточно конкурентной. Клиент-ориентированной. Конкурентной. Это так? Да. Это так. Ну, хотя вот на слуху есть основные игроки. Вот. Называть не будем их? Не будем, я думаю, да. Хотя, учитывая, да, что радиостанция называется вот так, то об игроке догадаться несложно. Об одном из них, по крайней мере. Хорошо. Это, да, продолжай. Просто хотел просто отметить, что, к сожалению, есть и на рынке компании, которые зачастую нечисто на руку. Нет, нет, мы не будем об этом говорить. Это микро, да. Да, да, да. Это, во-первых, микро, а потом, понятно, да, любой бизнес, он, к сожалению, да, еще и сталкивается с тем, что есть... С повышенным риском. Да, 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 какие-то есть вот левые ребята приходят, они туда непонятно зачем. Но крупнейшие они... Мы говорим о том, да, те, кто ведут бизнес, они зарабатывают, они говорят, вот я зарабатываю на брокерских услугах, я даю возможность торговать, в частности, на форекс, я для этого в лепешку расшибусь. 50 долларов на счет я для этого предлагаю. Бонус. Бонус. Поэтому приходят... Ну, ладно, я, собственно, о чем хотел сказать. Действительно жесткая конкуренция. Действительно все вот... Ну, если основную брать, там, когорту, да, приличных компаний, они прямо вот трутся, да, плечо к плечу. Они клиента ориентированы, говорят, это мой клиент. Нет, это мой клиент. Ну, помимо бонусов, чем может привлечь подобный брокер к себе будущего коллегу, клиента? Количеством валютных пар, которые можно торговать. То есть, чем больше, тем лучше, правильно я понимаю? Больше стратегий, больше вариантов входа, выхода. Естественно, больше возможностей для заработка. Потому что не всегда бывает, что... Ну, то же самое, как с акциями. Бывает одна бумага показывает боковой какой-то... А другая вдруг вон еще, да? Соответственно, чем больше валютных пар, тем больше возможностей. Конечно. Хорошо, хорошо. Еще какие могут быть у нас в этом случае возможности для привлечения клиентов? Какие-то определенные программы, которые позволяют, упрощают торговлю. Ну, то есть... Информационные какие-то терминалы, дополнительные плагины. Я понял. Так, ну ладно, хорошо. Об этом мы тоже поговорили. Значит, давайте отвечать на вопросы. У нас есть вопросы. Так, сейчас я открою. Один из них звучит так. Один из них звучит так. Что происходит? А, расскажите о перспективах рубля. Антон, о перспективах рубля. Расскажи, пожалуйста. Долгосрочные или на ближайшие? Ну, давай на ближайшие, а потом, соответственно. Ну, исторически так сложилось, что, возьмем, по крайней мере, ближайший месяц, декабрь. Исторически так сложилось, что в декабре рубль традиционно слабеет к доллару. Ну, это связано с сезонными факторами. Бюджетные деньги поступают, компании аккумулируют валютную ручку. И вот эти факторы, они позволяют не замечать какие-то позитивные возможные тенденции на рынках и толкают рубль вниз против доллара, против евро. Это продолжается недолго, но в декабре мы видим, возможно, ослабление текущих отметок 1,5-2 рубля может произойти. Если же будет там какой-то серьезный оптимизм на рынках, то увидим какое-то снижение в районе рубля против доллара. Ну, я думаю, отметку 32 мы увидим еще. До Нового года? До Нового года, я думаю, да. Хорошо, а более долгосрочно? Более долгосрочно, учитывая сложившуюся ситуацию с Фискал Клифф и так далее, и так далее. Я думаю, что в мае опять что-то мы увидим такое серьезное. К сожалению, пока что календаря такого на события мы еще не можем себе представить, потому что нет пока, к сожалению. Ну, я думаю, что у рубля есть хорошие перспективы для роста. Все-таки власти стараются улучшать и климат инвестиционный, и думаю, что все-таки какой-то будет приток средств. Единственное, только риском выступает нефть, которая, к сожалению, фундаментально слаба, но есть геополитическая составляющая. Пока держится. Пока держится. Ну, думаю, что диапазон такой был 32-29 в будущем году, при том, что если не будет каких-то таких потрясений серьезных. Так 29-32 доллара, рубль вполне в этом диапазоне можно, если как для торговли, можно его использовать по максимуму. Шорт, по лонг. Ну и экстремумы какие-то также можно отторговывать. — Я понял. Артур, добавишь что-то про рублю? — Да, ну и сейчас, кстати, я вот насчет декабря не совсем согласен, что бюджет может как-то в этом декабре влиять. — Артур, извини, пожалуйста, сейчас еще раз новости, а потом мы послушаемся. — Ну что ж, продолжаем наш разговор. Тема сегодня касается валютного рынка, ну и, как всегда, не только. В гостях Артур Копышев. — Копышев. — Прости, пожалуйста, Артур Копышев, аналитика ИФК «Метрополь», и Антон Захаров, ведущий аналитик промсвязи банка. — Артур, я тебя прервал. Собственно, вопрос был о перспективах рубля. Как ты это себе видишь? — Да, я просто начал говорить о декабре. — Что не совсем согласен с Антоном. — Да, традиционно, да, поступление бюджетных средств ослабляло спрос на рубли. Однако мы уже год живем в дефиците ликвидности, так называемом, дефиците банковской ликвидности. То есть там чистая позиция, ну, неважно, где деталь сдаваться, но все в том, что даже в декабре, даже в этом декабре банки будут показать очень большой спрос на рубли, и, соответственно... — То есть это поддержит его? — Это поддержит его. — Да, хорошо. — Еще говоря про краткосрочные факторы поддержки, это, конечно, все-таки нефть. Если она закрепится чуть выше 110, то, скорее всего, это будет поддерживать... — Рубль. — Да, конечно, рубль. — Ну, если говорить про более долгосрочный взгляд, то, опять-таки, мы опять-таки натыкаемся на вопрос fiscal cliff, и, как я уже говорил, что я считаю, что в ближайшей перспективе аппетит к риску будет расти. Ну, не в ближайшей перспективе, а такой среднесрочный, долгосрочный. Соответственно, также глобально и в Европе, и в Америке очень много ликвидности банковской. — Естественно, как только аппетит к риску будет расти, она вылится. Если посмотреть на балансы европейских банков, практически очень много ликвидности сгружено обратно в ГИЦБ. Соответственно, я вижу, что благодаря монетарным факторам глобальные активы будут расти, в том числе рубль. Так что я в такой среднесрочной перспективе... — Ну, цифру можешь назвать какую-то? Рубль будет укрепляться? Понятно, по каким причинам, да, ты объяснил все. — Да, но я могу сказать, что мы можем увидеть в следующем году рубль ниже 30, без проблем. — Ну, это также озвучено было... — Он говорил, да, 29 нижней границы... — По поводу ликвидности, просто отметить, в ГИЦБ, она за последние месяцы очень сильно сократилась. Банки европейские, они, наоборот, сокращают сейчас свои средства на депозитах ГИЦБ. — Ну, они там, да, что их там держать, если там нулевая ставка... — Нулевая ставка, вот. — Да, зато другая ситуация в ФРС. В ФРС там 9 триллионов, что ли, уже скопилось, причем и корпоративный блок тоже скапливает деньги. И вот эта проблема основная. Куда это... — Ликвидность. — Денег много, много денег, но они не идут ни в рынок, хотя кредитный рынок в США начинает несколько жевать уже, там даже позитив какой-то. Вот, видимо, мы увидим хороший скачок в кредитном портфеле, именно, в рост кредитов потребительских после вот пятницы черной США, которая прошла... — В Штатах ты имеешь в виду? — Ну, в Штатах, 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 да. — А, в Штатах, я... — Ну, я туда, да. У нас действительно присутствует дефицит ликвидности, но, тем не менее, все равно сейчас некие события, которые могут провоцировать на то капиталы страны продолжающиеся. Ну, и также и все-таки те же самые... Ну, я надеюсь, что бюджетные средства тоже как-то повлияют на ситуацию, вот. Ну, просто традиционно там множество факторов всегда приплетают, там балансы кто-то из компании свои там пытаются как-то свести. — Ну, это конец года просто, да, конечно. — И вообще декабрь, он сложен для торговли именно в валютном российском рынке. — Там очень много нерыночных, да, рисков, что называется, специфики нерыночные, потому что действительно перебалансировка, конец года, там циферки подъявляются. — Вычищают они, да, вот это надо продать, потому что, ну, не потому что оно и расти не будет, а потому что надо показать отчетность, ну, и так далее. — Это действительно так. — Не кажется, мы сейчас излишне пугаем инвесторов? — Нет-нет-нет, мы не пугаем, мы говорим как есть, мы же ничего не скрываем. Правду. Кстати, вопрос есть, ну, несколько в иной сфере, но мы, по крайней мере, об этом рассуждали от нашего слушателя с Финам.ру. Какие у вас ожидания инфляции в Штатах в первом квартале 2013 года? — Артур. — Очень хороший вопрос, да. Федорезерв накачивает систему ликвидности, естественно, какой-то там среднесрочный перспектив долгосрочный, это, скорее всего, вылится в повышенных инфляционных ожиданиях. Я сейчас уже неточные цифры не могу сказать. — Ну, неточные, приблизительные. Ну, в любом случае, смотри, последнее заседание, ну, последнее или какое-то там очередное заседание, когда, значит, таргетировали инфляцию, они говорили, что... — Два. — Да, два процента. И о ставках они говорили, что не раньше 2015 года. — Уже 2016. — Уже 2016 даже, во. — Намекнули. — Намекнули. То есть, я так понимаю, что, да, речь-то идет о том, что, видимо, они не ждут до, как минимум, до 2016 года. — Да, интересно то, что экономика американская восстанавливается, но в то же время Федорезерв в любом случае будет ее стимулировать. Так что, скорее всего, это может вылиться в повышение инфляции. — Поэтому золото покупают. — Конечно. Ну, а больше чего же еще покупать? Как защититься? Причем сейчас-то вообще, да, ну, так, парадоксально с одной стороны, хотя во многом понятно, логично, да, сейчас мы не можем говорить вообще никакой инфляции, потому что даже признаков ее нет, да, а тем не менее вот эти заявления, ну, на перспективу, они говорят, о, конечно, столько денег, сейчас как начнут вливать, да, куда, деньги обесценятся, это же будет такой, да, гиперинфляция. Куда бежать-то? Что имеет ценность хоть какую-то? — Да, кстати, надо забывать про фискл-клиф, если он реализуется в негативном ключе, то, естественно, будет дефляционное давление в американской экономике. — Дефляционное, да. — Да, естественно, то, что потребители будут меньше потреблять, компания меньше инвестировать, естественно, вот такое придавление инфляции. — Смотри, Антон упомянул об этом, да, ты как считаешь, вот, действительно, показатели розничных продаж, вот, в частности, да, пресловутые «Черные пятницы» и затем «Гиберпонедельник» у них, так это называется? — Когда интернет-магазины начали тоже все эти сейлы выставлять. — Рекорды показали. — Рекорды показали исторические, вот, с этой точки зрения, как ты считаешь, действительно это показатель того, что американец уже готов тратить опять потребительское, да, кредитование пойдет в гору и так далее, как считаешь? Или просто это какой-то вот... — Накануне 21 декабря. — Накануне, да, 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 совершенно. Перед... — Да, да, да. — Перед концом смета просто решили все потратить. — Я еще раз повторюсь, что Америка, в общем, восстанавливается, поэтому мы увидим... — Ну, потребитель-то это пока не чувствует, он не видит этого потребителя. Как она восстанавливается Америка? Это пока статистика. — Ну, статистика, она же... — Да, она не с космоса берется. Я понял, хорошо. Тогда давайте вот, что мы с вами сделаем. Сейчас, если можно, несколько прогнозов, ну, ладно, не прогнозов, слово нехорошее, да, ваше видение событий на валютном рынке все же, прежде всего, и основные какие-то индикаторы я возьму. Кстати, о рубле мы поговорили, хоть это не совсем валютный рынок, но все же. Давайте мы поговорим о евро-долларе. Антон, об австралийце, если что, да? — Если по целям, то по евро-доллару вижу рост пары евро-доллар, там, ближайшая перспектива 1,34-1,37. — Это до Нового года? — Ну, ближайшие месяцы, вот. А в более долгосрочной перспективе я даже думаю, что, ну, точно не могу сказать, но в следующем году ожидаю увидеть все-таки от евро-доллара после вот этого сильного скачка пламерное снижение, потому что у ЕЦБ есть возможность дальнейшего снижения ставок. Сегодня об этом, кстати, заявлялось тоже одним из представителей этого банка. Вот, думаю, что мы увидим уровень 1,19 снова в будущем году и, возможно, даже ниже. Причем это не будет интерпретироваться как негатив какой-либо, потому что, с другой стороны, сейчас снижаются инфляционные какие-то риски в Европе, и есть возможность для маневрирования центрального банка для того, чтобы снизить дальнейшие ставки. И как раз на разнице ставок мы просто сходим вниз, и, с другой стороны, это, наоборот, рынок акций может даже и поддержать европейский. — Я все-таки не согласен с Антоном. — Ну это нормально, что ты согласен и правильно. — Что действия ЕЦБ в среднестатистической перспективе по вливанию денег в экономику могут как-то ослаблять евро. Все-таки мой взгляд на то, что евро-доллар отражает глобальный риск, глобальный аппетит к риску. Соответственно, отдельные действия ЕЦБ по накачке денег никак не могут повлиять на ослабление евро. — Логика простая. Если будет расти аппетит к риску, чего ты ждешь, это будет расти евро-доллар. — Я немножко другое. Я про накачивание денег не говорил, он уже накачал приличный объем. Это все через программу ЛТРО, долгосрочное вливание денег. Я говорил про ставки. Здесь именно разница ставок, эритрейд, вот этот традиционный наш. То, почему, кстати, растут валюты такие, как в авторийский доллар, позволяют на разницу ставок зарабатывать в паре с долларом США. Такая же ситуация происходит и с валютами азиат, азиатскими валютами, позволяя брать деньги в долларах и покупать те же самые валюты Азии. Кстати, они в этом году показывают довольно-таки приличный рост. Валюта, в этом году, подведя такой итог, что хорошо смотрелись валюты Восточной Европы и валюты Азиатов. — По этой причине, да? Именно дифференциал процентных ставок? — Да, дифференциал процентных ставок и, соответственно, экономический рост также сохраняется. — Есть вопрос, давайте послушаем. Давайте послушаем. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. — Да, добрый вечер. Скажите вот вопрос по такой экзотический. Вот вчера шведская крона резко стала падать против доллара. Ну, если вообще есть, как открывается. Но она раньше всех стартовала, прежде чем начали валиться и фунты, и евро. Вот есть какая-то закономерность? Можете что-то сказать? Или это так просто совпало? Или раньше начали продавать шведскую крону? Или есть какой-то вот такой опережающий индикатор вдруг? Ну, спасибо. — Понятно, Владимир, спасибо. — Честно, я вчера не смотрел за информационным потоком по поводу, касающейся шведской кроны, тем каким образом, который мог повлиять на нее. Думаю, что как первичный какой-то сигнал для того, что нужно было продавать риск, я думаю, что... — Вряд ли. — Я помню, что там кто-то выступал из Центрального банка вроде бы. — Да, да, вот что-то, может быть, связано с этим было. — Ну, может быть, да. Я думаю, что, действительно, во-первых, это не может никаким быть опережающим индикатором, уж тем более, да, основой для того, чтобы риск распродавать шведскую крону. Вот сам же слушатель сказал о том, что потом-то он увидел общую картину, да, доллар укреплялся. Вот шведская крона в этой связи просто... — Кто-то вышел, кого-то сработали. — Да, один из инструментов, да, могли стопы сработать. — Тем более рынок шведской кроны не столь велик, как то же самое. И там один игрок вышел, и все. — И сильно ликвидная, да, история. — Хорошо, друзья мои, к сожалению, времени не так много, я буду потихонечку закругляться. Во-первых, я еще раз напомню, да, что радиостанция «Финам.ФМ» проводит сейчас акцию под названием «Финансовая коллекция», предлагает многие-многие-многие прелести, многие бонусы, в частности, одна из них мы сегодня ее озвучили, это возможность получить 50 долларов на счет, если вы открываете торговый счет, реальный торговый счет на рынке «Форекс» у брокера, который называется «Худ Трэйтс Лимитед». Значит, все подробности о проведении этой акции вы еще раз можете посмотреть, зайдя на сайт «Финам.ФМ». Далее небольшой анонс. Звучит это так. Возможен ли контроль общества над властью? На этот и другие вопросы Юрия Пранько сразу после выпуска новостей отвечает Ирина Хакамада. Присоединяйтесь. А я буду закругляться. Я, прежде всего, благодарю моих сегодняшних гостей. Напомню, это был Артур Копышев, аналитик ФК «Метрополь» и Антон Захаров, ведущий аналитик «Промсвязьбанка». Сегодня мы успели обсудить преимущества, ну, в общих чертах, международного валютного рынка «Форекс» для частных инвесторов по сравнению с другими торговыми площадками. Причем именно поводом для этого послужила констатация факта, что отечественный рынок сейчас, ну, плоховат. Ему тяжело. Он болен. Он выздоровеет обязательно. И вообще все будет хорошо. Я вам искренне этого желаю. Всего хорошего, сухой остаток, успехов на рынке. До свидания.